Краевую столицу за 40 минут с сегодняшнего дня введен новый рейс Краснодар-Сочи. Феррари впервые провела в России этап собственного гоночного чемпионата. Так итальянцы решили поддержать начинание российских автогонщиков. Проблемы бизнеса будут решать на уровне правительства. В Сочи побывал уполномоченный по защите прав предпринимателей. В новый учебный год в новой форме традиционный благотворительный аукцион провела Лига женщин вместе с Оксаной Пушкиной. Как организована безопасность жителей и гостей Геленджика проверил губернатор выходные. Вениамин Кондратьев побывал в городе-курорте. Он посетил набережную, пляжи, а также пообщался с туристами из других регионов. С каждым годом количество отдыхающих растет. 2,5 миллиона человек уже отдохнули в Геленджике в этом году. А это на 4,5% больше, чем в прошлом. Глава города Виктор Хрестин рассказал Вениамину Кондратьеву, что в целях безопасности въезды на набережную перекрыты. Доступ разрешен только спецтехнике. Это было поручение губернатора. Ежедневно на охрану общественного порядка в городе заступает около 60 сотрудников патрульно-постовой службы, представителей казачества, добровольно-народной дружины. Уволены за то, что не отвечали на обращения граждан. Рабочих мест лишились сотрудники администрации «Горячего ключа», которые просто складывали бумаги с жалобами людей в угол. Об этом стало известно во время часа контроля, который провел Вениамин Кондратьев. Губернатор проверил, как в край исполняются поручения. Обо всем в подробностях наши краснодарские коллеги. Час контроля проводится раз в месяц, но точную дату заранее не знает никто. На ковер губернатору приглашают всех его заместителей, руководителей краевых министерств и глав районов. Контрольное управление, которое напрямую подчиняется Вениамину Кондратьеву, готовит подробный анализ исполнения всех поручений. С начала года их больше 400. За невыполнение одного из них, своевременной работы с гражданами, выговор сегодня получила администрация «Горячего ключа». Ее сотрудники бумаги с жалобами людей просто складывали в угол. 46 обращений граждан, которые поступили в администрацию муниципального образования «Горячего ключа», они вообще не рассмотрены. То есть поступили, их сложили, зарегистрировали, ни ответа, ничего, никаких мер принято не было. 20 обращений были рассмотрены с нарушением установленного закона срока. Это абсолютно вопиющий факт. Люди пишут, они надеются. Когда отписки делают, и когда это и то мы пресекаем, но когда складывают в стопки и абсолютно не реагируют на жалобы людей, это уже ни в какие рамки не лезет, и здесь просто так разговором не закончится. Действительно, мы выявили сами эту проблему. У нас обнаружился такой факт, что утаивались какие-то там жалобы. Сегодня данные сотрудники уволены, проводим служебную проверку в этом направлении и быстренько пытаемся эту ситуацию исправить. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, равнодушие – это самое основное, что подрывает авторитет власти, авторитет главы района по отношению к собственному населению. Вот равнодушия быть не может. Одно из самых долгоиграющих поручений губернатора – благоустройство и разработка проекта по использованию береговой линии на косе долгой. Она будто оправдывает свое название. Решить вопрос в Ейском районе и краевых министерствах не могут с июля прошлого года. Часть пляжей так и остаются необорудованными с непонятным юридическим статусом. Второго шанса решить проблему больше не будет, поставил точку Вениамин Кондратьев. 1 октября конкретно понимание того, что мы будем делать с косой долгой, должно быть. Что мы там можем сделать с точки зрения такого курортного якоря на Ейском побережье. Я надеюсь, что долгая останется только у нас в названии, а все остальное уже будет в активном режиме. Еще один вопрос, который не снимается с контроля губернатора – оплата по государственным контрактам. За полгода задолженность по ним в крае сократилась с 500 миллионов рублей до 3,5. Любые просрочки, по словам Кондратьева, больно бьют по малому и среднему бизнесу, который, выполнив все работы, по сути, остается без средств к существованию. По муниципальным контрактам долгов накопилось больше 200 миллионов рублей. По муниципальным образованиям сегодня осталось на 1 июля кредиторская должность 249 миллионов рублей. Наибольшие из них приходится на 5 муниципальных образований. Тенденция снижения положительной есть везде. Я вам поручаю, вы подготовьте график погашения задолженности муниципальных образований по муниципальным контрактам. Согласуйте его и контролируйте его выполнение. Коллеги, здесь тоже нужен алгоритм. Алгоритм конкретный и результативный. А если мы только говорим, а конкретно у нас нет пошаговых действий, то и не будет никогда результата в итоге наших всех действий. Все озвученные сегодня губернатором задачи занесены в протокол и уже приняты в разработку контрольным управлением. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. И к другим новостям. С 1 августа авиарейс из Краснодара в Сочи становится постоянным. Самолеты будут вылетать из краевой столицы на курорт дважды в сутки, утром и вечером. Время в пути составит 40 минут. Перевозить пассажиров будут Боинги 737-500 в каждом 116 мест. О новом рейсе стало известно 18 июля и сообщение губернатора Вениамина Кондратьева в Твиттер. Весь август пассажиры авиакомпании «ЮТЕЙР» смогут воспользоваться скидкой на перелет. Стоимость билета – 2000 рублей в одну сторону. Сочинским спасателям МЧС пришлось накануне тоже подниматься в воздух. Поступила информация, что одному из участников тургруппы в походе на Умпырский перевал стало плохо. Предположительно, развился гипертонический кризис. В 9.00 с базы спасательного отряда вылетел вертолет. Вместе с пострадавшим мужчиной из Высокогорья был эвакуирован еще один член группы с травмой колена. Также два его несовершеннолетних внука. Всех туристов привезли на базу отряда в Сочи. Один из пострадавших с признаками гипертонического криза – 59-летний сочинец, второй – житель Сергеева Посада. На базе МЧС России врачи-скорые оказали необходимую помощь обоим туристам. От госпитализации они отказались. Дети в медицинской помощи не нуждались. Знаменитая итальянская компания «Феррари» впервые провела в России этап собственного гоночного чемпионата. На Сочи-автодроме пилоты соревновались на болидах «Формулы-1» и трековых версиях дорожных моделей «Феррари». Международная команда также представила выставочные экземпляры гоночных и спортивных машин, которыми в свое время управляли легендарные спортсмены. Этими гонками итальянцы решили поддержать начинание российских автогонщиков. Француженка Дебора Майер выступает за швейцарскую команду «Скудерия Ники». Она дебютировала в гонках в этом году, но уже показала на трассе неплохие результаты. «Это мой первый сезон в официальных соревнованиях. Я управляю фантастической машиной. В ней 600 лошадиных сил». Гонки «Феррари» проводятся на лучших трассах Америки и Евразии. Победители представляют компанию на основных чемпионатах по автоспорту. Сочинские заезды стали четвертым этапом соревнований. В них участвовали 24 пилота из 13 стран. Многие из них хорошо известны в мире спорта, как, например, недавно пересевший за руль болида чемпион гонок серии GP2 Фабио Ляймер. «Вначале мне было довольно непривычно справляться с автомобилем этой категории, но постепенно я все лучше и лучше понимал принципы управления. Во многом, благодаря моей команде, мне с ней очень повезло». Для поклонников итальянского бренда все выходные работали специальные выставочные площадки. Можно было заглянуть и в закулесье. Гости гонок могли посетить зону подготовки автомобилей, посмотреть на легендарные модели компании, сфотографироваться рядом с ними. Например, за рулем вот этого спорткара долгое время выступал Михаэль Шумахер. А вот этот гоночный автомобиль Ferrari F10 принес победу команде Ferrari на Гран-при Бахрейна в 2010 году. Тогда за рулем двух таких машин находились Фернандо Алонсо и Филиппе Массо. Как сообщают официальные представители Ferrari, российский рынок они рассматривают как один из самых перспективных и важных в Европе. Позволить купить себе такую машину могут лишь немногие, но в России действуют несколько официальных представителей завода. Впрочем, компанию интересуют не только продажи. Трасса в Сочи – одна из самых современных в мире. Сюда приехали спортсмены, которые уже повидали на своем веку разные спортивные комплексы. И им здесь нравится. Нравится находиться в том месте, где люди хорошо проводят время. Гонками в Сочи итальянская компания решила поддержать начинание российских автогонщиков. На пресс-конференции объявили об открытии на базе сочинского автодрома Российской академии автоспорта. В ней будут обучать всех желающих секретам управления, знакомить с техническими особенностями гоночных автомобилей. А профессиональные спортсмены смогут повышать квалификацию. То, что Феррари сегодня в Сочи – это большое событие, это мировое событие. Естественно, это мотивация к развитию спорта, автоспорта. И мы говорим о том, что все, что сегодня происходит здесь – это еще один шаг вперед к тому, чтобы все-таки пилоты России могли на Гран-при России в Сочи обязательно стать победителями. В дальнейшем филиалы академии собираются создать в каждом регионе страны. Даже там, где пока не развита гоночная инфраструктура, планируют проводить отборы талантливых детей и молодежи. Обещают, что одними из первых по этой программе начнут заниматься картингисты из Краснодарского края. Проблемы сочинских предпринимателей будут решать на уровне правительства страны. Сегодня в Сочи с рабочим визитом побывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Борис Титов сегодня провел встречу с местными бизнесменами. В зале собралось более ста человек. Это самые активные коммерсанты города, лидеры общественных объединений бизнеса. Они озвучили уполномоченному при президенте главные проблемы, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса на побережье в условиях падающего спроса. В частности, доступность кредитов для предпринимателей, большое количество проверок и увеличение документа оборота и отчетности. Конечно, нужно улучшать, прежде всего, услуги и качество услуг, выводить на конкурентный уровень цены. Цены пока высокие. Но это во многом связано с очень высокими издержками. А это в очень сильной степени зависит от государства. Потому что это и тарифы на энергоносители, это и кадастровая стоимость земли и объектов недвижимости, это постоянные проверки, которые тоже бизнесу приходится оплачивать практически. Вот если это все снять, то Сочи будет курортом, конкурентоспособным на мировом уровне. После встречи бизнес-омбудсмен прошелся по центральным улицам города до набережной курорта и на месте пообщался с предпринимателями, владельцами кафе, магазинов и ресторанов. Подобные встречи с бизнесменами Борис Титов проводит по всей стране. 150 исков суд отправила прокуратура в этом году по факту незаконной работы частных гостиниц. Выявить нелегальных ательеров помогают рейды, которые проводят сотрудники администрации Сочи вместе с полицейскими. Сейчас в разгар сезона. Такие проверки проходят ежедневно во всех районах курорта. В этот раз в Лазаревском. Типичная картина для курорта в разгар сезона. В данном случае это ЛАО. Скорее всего, большинство этих людей живут в гостиницах. Или, как их иногда называют в официальных документах, средства размещения. Впрочем, не у всех этих средств есть официальное разрешение на размещение туристов. До 10 тысяч машин в сутки въезжает в Сочи через пост Магри. Выезжает 2 тысячи. Спрос на отдых рождает массу предложений. Однако некоторые из этих предложений вызывают немало вопросов у представителя управления по курортному делу и туризму администрации Сочи. ИНН, ОГРН, есть ли свидетельство о присвоении категории? На каком основании вы здесь вообще работаете? У вас здесь, как я вижу, столовая. Улица Декабристов, 197. Для отдыхающих его хозяева владельцы гостиницы. Для проверяющих из администрации полиции люди, которые незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. Документов, подтверждающих обратное, предоставлено не было. Составляется справка и протокол, который отправится в прокуратуру, Роспотребнадзор и налоговую службу. Та же улица Декабристов, дом номер 167, дробь 1. И та же ситуация. Гостиный дом, как его называют сами хозяева, есть. Свидетельства о классификации, договора с сотрудниками, да и других официальных свидетельств легальности работы нет. У нас в соответствии с федеральным законом 310, на территории города Сочи обязательная классификация еще ведется с 2011 года. Если объект предоставляет гостиничные услуги по временному размещению, то не допускается без свидетельства о присвоении категории. Есть штрафные санкции индивидуальных предпринимателей от 7 до 10 тысяч, на юридических лиц от 40 до 10. Выявлять незаконные гостиницы, принуждать их владельцев оформлять работу по закону, нужно постоянно. Такова позиция властей Сочи. Рано или поздно деятельность таких средств размещения приходит в законное русло. Отдыхающие получают большую защищенность, городская казна больше денег, которые в итоге идут на развитие курорта. Сейчас классификацию имеет более 90% сочинских средств размещения. Галина Моисеева, телекомпания, ФКТ. В Сочи не курят. Профилактическая акция «Мы за чистый воздух» разработана по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Очередной рейд прошел под центральным улицам курорта. У нас проходит акция антитабачная «Мы за чистый воздух» в Сочи. И в рамках этой акции мы попали на эту улицу и увидели вас. Поэтому хотим с вами чуть-чуть поговорить. А я же хочу с вами разговаривать. Ну, все-таки ответьте чуть-чуть на вопрос. А вы курите в общественном месте? Вы курите в общественном месте. Так, я уже не курю. Сигарету дама затушила сразу же, причем а курок убрала в сумочку. То, что сквер у набережной, общественное место и отдыхать на лавочке в дыму нельзя, многие и не знают. Некоторые даже спускаются к речке, чтобы покурить. Но в беседе с борцами за чистый воздух соглашаются. Сигареты – это плохо. Все понятно. Бросаем курить. Какие вы умницы. Пусть и единичные, но все-таки результаты от таких рейдов есть. Сотрудники мэрии, Центра медицинской профилактики и активисты Управления молодежной политики еженедельно инспектируют улицы курорта. Они напоминают курящим, что в стране действует закон о запрете табакокурения в общественных местах. Мы задаем вопрос такого характера, что вы бы закурили сейчас, если бы рядом с вами был ваш ребенок. А вы бы закурили, если бы рядом с вами была беременная женщина. Мы напоминаем курильщикам о том, что не надо забывать, что в общественном месте на улице могут оказаться совершенно разные люди, которым абсолютно противопоказан табачный дым. Активисты не ограничивают сообщением с курильщиками на улицах. Они заходят в кафе и рестораны, предлагают руководителям заведений убрать со столов пепельницы. Инспекции проводят и на пляжах. Разговоры о ценностях здорового образа жизни приносят свои результаты. В Сочи отмечают и жители, и туристы. Стали меньше курить в общественных местах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Оперативная обстановка в Сочи стабильная. Большой вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности на курорте вносят сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Накануне они приняли участие в очередном профилактическом рейде. Цель мероприятия – выявление жителей и гостей курорта, которые нарушают общественный порядок, а также контроль за соблюдением детского закона. Ведь подростки, находящиеся на улице после 9 часов вечера без сопровождения взрослых, могут стать как объектом, так и участником преступления. Перед тем, как отправиться патрулировать улицы курорта, сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин, представители казачества, а также сотрудники администрации и общественники получают необходимую информацию и ориентировки на преступников. Кстати, принять участие в таких дежурствах может каждый слученец. Для этого необходимо обратиться в районную администрацию. У нас в городе Сочи шесть таких добровольных дружин. Для того, чтобы стать членом добровольной народной дружины, необходимо пройти процедуру проверки в УВД по городу Сочи и получить удостоверение и отличительную символику. И с удовольствием ежедневно выходить в рейдовые мероприятия. Работники торговли, общественного питания и сферы услуг отметили профессиональный праздник. Сегодня в Сочи насчитывается более 9 тысяч таких предприятий. Для сравнения, три года назад их было на 2 тысячи меньше. О том, как чествовали сочинских предпринимателей и кто получил звание лидер отрасли, в нашем следующем сюжете. Сфера торговли, питания и услуг города-курорта – отрасль не градообразующая, однако в лидерах по налоговым поступлениям. Так, в краевой бюджет за прошлый год поступило 2,5 миллиарда рублей. И это с учетом непростой экономической ситуации. Позвольте от имени администрации, от имени главы города поздравить всех здесь, присутствующих в зале. Здесь собрались самые лучшие. Собрались те, которые не раз наказывали о том, что они достойны называться работникам торговли. Сегодня в потребительской сфере занято почти 37 тысяч человек. И от качества работы каждого зависит настроение не только горожан, но и многочисленных отдыхающих. Ведущих специалистов отрасли отметили в этот день почетными грамотами, благодарностями главы города и городского собрания. Знака почета за трудовые успехи на благо города у достойной руководителя кейтеринговой компании. Заслуга – это не только моя, а определенно команды. А за 10 лет мне удалось создать команду. Мы всячески пытаемся показать, что сервис в Сочи существует, что самый лучший в России сервис – это в Сочи. С Днем торговли поздравили корифеев сферы гостеприимства курорта, ветеранов труда, воспитавших плеяду профессиональных учеников. Современные успешные бизнесмены впервые получили премии «Лидер предпринимательства» в различных номинациях. Памятный знак учрежден Торгово-промышленной палатой Сочи при содействии районных администраций, депутатов, общественных объединений предпринимателей. Лидер предпринимательства будет отныне вручаться также работникам строительной, туристической и санаторно-курортной сферы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В новый учебный год в новой форме такой сюрприз ожидает сочинских школьников из малообеспеченных семей. Традиционный благотворительный аукцион накануне организовала и провела общественная организация «Лига женщин Мост Добра». Уже шестой год она таким образом поддерживает нуждающиеся семьи курорта. Раньше аукционы «Лига женщин Мост Добра» проводила четыре раза в год в каждом районе курорта. Сегодня число акций возросло вместе с желанием сочинцев оказывать благотворительную помощь. В этот раз торги развернулись вокруг 12 лотов. Это произведения российских живописцев. По три лота от каждого района. Дамы и господа, ваши аплодисменты автор и ценитель таланта на фоне картина «Голубиная верность». Часть картин была предоставлена молодой сочинской художницей Жанет. Гордость чувствую, что могу чем-то быть полезна для деток. Так получилось, что могу совместить свое хобби с тем самым полезным делом – помочь детям. Участниками акции на этот раз стали около 150 предпринимателей из всех районов Сочи. Каждый понимал, приобретая вещь с аукциона, он делает доброе дело. Сегодня время у нас такое горячее, сезон, много всяких дел. Но вы нашли время и приехали к нам на это мероприятие, начиная от Лазаревки, заканчивая Адлером. Спасибо вам большое. Мне вас всех очень приятно видеть. Я вам очень всем за это благодарна. И хочу вам сказать, что в очередной раз мы с вами собрались для того, чтобы сделать хорошее дело. И я думаю, что оно у нас сегодня получится, и все будет замечательно. Собранные средства будут направлены на приобретение школьной формы детям из малообеспеченных, многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей. Всего в этом году планируется приобрести 1200 комплектов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. Почетным гостем вечера стала российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина. В 2015-м она стала уполномоченной по правам ребенка в Московской области. Сегодня поддержала акцию в Сочи. Я, опять же, наверное, не случайно занялась детьми. Мне поручили миллион триста детей Подмосковья. Я думаю, что... Елена Николаевна, вот вы огромная молодец. Я ведь сделала немало историй, рассказала про первых женщин. Не все маются от скуки, придумывают какие-то себе невероятные истории. Зачем? Когда все понятно. Дети – наше будущее. Приобретенную за счет вырученных на аукционе срез форму вручат детям на Большом празднике, который состоится накануне старта нового учебного года. В целом, Лига женщин Мосдобра оказывает не только индивидуальную помощь. Поддержку получают и различные учреждения, в том числе и больницы курорта. И, как отметила Оксана Пушкина, ценность работы Лиги женщин в том, что она собирает не разовые акции, а является одной из немногих благотворительных организаций в России, которая ведет такую системную многогранную деятельность. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Накануне Дня ВДВ, который отмечается 2 августа, ветераны боевых действий собрались за круглым столом. Пригласили к диалогу молодогвардейцев «Единой России», чтобы им рассказать о заслугах офицеров, солдат, сержантов запаса, проходивших службу в воздушно-десантных войсках. Все, кто собрался на заседание круглого стола, имеют прямое отношение к службе в ВДВ. В разное время они служили в спецротах и спецподразделениях, являются участниками боевых действий. И сейчас при современных угрозах десантники продолжают подвиги своих дедов и отцов. Пример поступок офицера сил специальных операций Зарембургской области Александра Прохоренко. Окруженный террористами, гейлон вызвал огонь на себя, уничтожил террористов, но погиб сам. О таких бесстрашных войнах России говорили участники круглого стола. Россия всегда будет помнить о подвиге в Отечественную войну наших воинов-десантников, подвиге 9-й роты в Афганистане, подвиге 6-й роты на Северном Кавказе. Десантники – это те люди, которые выполняют долг там, где прикажет Родина. И благодаря им наша страна всегда будет сильной, независимой. Собравшиеся говорили вообще о значении ВДВ для обороноспособности России, о незабываемом подвиге воинных-десантниках в Афганистане, о ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, о том, как сегодня бороться с современными вызовами. Но и бесспорно делились молодежью, если так можно сказать, житейской мудростью. Стать настоящими защитниками своего Отечества все они считают им помогать та закалка, которую получили при службе в десантных войсках. Десантники – это отдельная каста, как говорится, людей, солдатов, которые, как говорится, с неба в бой. То есть и по жизни у нас всегда так получается. То есть мы всегда, как говорится, никто, кроме нас. Это наш лозунг воздушно-десантных войск. Активные участники афганского движения, активный сейчас премьер, действующий музей афганской славы на базе школы номер 6, где организован патриотический клуб. А день рождения ВДВ отмечается еще с 1930 года. В этот день, 2 августа, под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано подразделение. Елена Всецнадь, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Канада покорена курс на Рио. Сочинская теннисистка Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой накануне выиграла турнир в Монреале. Матч завершился за полночь по московскому времени, так что выиграла Елена в свой 30-й день рождения. Сегодня у известной сочинке юбилей. Такого подарка на юбилей Веснина добилась благодаря тому, что в финале в дуэте с Макаровой переиграла румынок Симону Халеп и Монику Никулеску со счетом 6-3, 7-6, 7-5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Для Елены Весниной этот титул стал 13-м на турнирах ВТА в парном разряде. А Екатерина Макарова одержала седьмую победу. Совместно теннисистки завоевали четвертый трофей. К слову, призовой фонд Монреальского турнира превышает 2 миллиона 400 тысяч долларов. «Финал получился нервным, и мы очень рады, что уверенно сыграли в ключевые моменты. Мы сумели справиться с нервами», – сказала Соченко после матча. Напомню, совсем недавно Елену Веснину в ВТА признала прорывом месяца. Ну а еще более ценного подарка, чем 13-й титул, теннисистка может добиться совсем скоро, ведь теперь девушки отправляются на Олимпиаду. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Все вам самого доброго и до встречи в эфире.